Финский опыт, французский опыт, а американский, она более ближе, она более ближе к психологическим электромонтёрам. Мы разбили это обучение на три этапа. Приезжали два наставника, это Тим Селф и Эндрю Уорнен. И они поэтапно, поочерёдно учили ребят, как правильно работать, и самое главное, как правильно надо будет преподавать. Работа под напряжением Это, во-первых, впервые в России мы начали применять этот метод, и в любом случае потребитель заставит все сетевые организации, все энергетические организации перейти на этот метод. В любом случае вся Россия в ближайшее время перейдёт на этот метод. Во-первых, потребитель не чувствует, когда мы работаем, мы его не отключаем. Абсолютно. Во-вторых, нету для энергетических предприятий, плюс в том, что нету недоотпуска электроэнергии. То есть за счёт этого дополнительные доходы появляются, за счёт которых можно платить людям увеличивать зарплату, внедрять инвестиции, строить новые линии, строить новое оборудование. Вот это очень важно. Мы сейчас отобрали лучших ребят, желающих ребят, которые технически грамотные, и при этом ещё говорим, они должны пройти тестирование на психоустойчивость, потому что она требует в любом случае вот эту работу под напряжением, то есть руками трогать, подойти ближе и так далее. Это надо пройти через себя, через внутренний, как спортсмен сам себе побеждает, надо здесь тоже, в этом отношении надо побеждать, психологически побеждать надо. Долгое время не ходишь в спортзал, но тело требует, требует, ну пойдём, своди меня в спортзал, прям уговаривает, но не получается, иногда не получается. Дмитрий Никандров. 30 лет, женат, двое детей, образование высшее, Казанский государственный, энергетический университет. Работает мастером Буинского РЭС, город Буинск. Стаж работы в энергосистеме 8 лет. Первый этап, это было, скажем так, первые две недели, это была теория. Тим рассказывал на презентациях, на видео, как надо правильно выполнять мероприятие. После этого мы уже с применением отечественных подъемников работали на наших полигонах, потому что ещё подъемники для работы под напряжением, они только были заказаны. То есть мы отрабатывали все эти навыки на отключенных линиях. Второй этап. У нас уже был первая американская машина, Дигидерик, на которой мы уже непосредственно на линиях. Все эти мероприятия, которые на первом этапе по классике делали, делали уже под напряжением. И третий этап, соответственно, мы уже получили настоящую машину, американскую установку, установленную на наш КАМАЗ. Тоже это очень уникальный, скажем так, случай впервые в России. Это всё было сделано на заводе «Астейс» в Чернах. И сделали таких машин пока первых три. Одна из них у нас, в учебном центре. Она предназначена для работы под напряжением до 35 кВт. Очень уникальная машина. Такую спецтехнику в России никто не делает. И самое интересное, вот мы разговаривали с компанией «Алтек», с их руководством. Он сказал, что такие машины мы уже в мире разрабатываем. То есть последняя была в Китае. В Китае мы создали заново эту машину за два с половиной года. В Челнах, Татарстане. Мы это сделали за девять месяцев. Изначально мы составляем план. Всё, как мы будем выполнять всю эту работу. Но в данном случае всё предугадать невозможно. Сколько ещё там доить это всё будет? Всё, что нужно, это отвязать и скинуть старую траверсу. Всё, чего они там возятся. Вот. Наконец-то что-то делать иначе. У тебя подмышка на фазе. Опусти люльку. Не рассчитали вот именно как раз провис провода, когда мы опустили его. Он у нас оказался очень низко, очень низко. И поэтому пришлось вносить корректировки, составлять новый план. И уже по этому плану опять двигаться дальше. Я только этот, Пепси или Фанта рекланировать. Первый же день Тим начал, когда вечером говорил, кто как занимается. Он сразу, потому что русские имена ему запоминать изначально было трудно. И он их как-то определял. Например, Дима Никандров, чикен. Я говорю, почему он чикен-то? Ну, курица, да, по-русски. А потому что Дима съездил домой и привез презент. Как у нас в Татарстане говорят, куча тайнащ. Курицу. Вяленую. Вот чикен. Рами с кучей. Куча – это по-русски самогон. Моим личным фаворитом является наш цыпленок. Его прозвище «Цыпленок». Это Дима. У него огромный талант. И большой потенциал. Он как семечко хорошее. Если его посадить в хорошую почву, удобрять и поливать так, как нужно, он очень хорошо вырастет. Ребята возили Тима в выходные к себе, в гости. То есть показывали культуру жизни у нас в районах. Я к себе его в деревне Безяки, Менделеевский район, где у меня мама живет, у брата возил тоже. Это очень интересно было. Первый раз американцы увидели баню. Тиму уже 52 года. Он за 52 года первый раз в баню сходил. Он принял решение у себя в Трентоне построить баню. На рыбалку сходил, подленную рыбалку. Это было впервые для него все. Он же 24 часа жил с ребятами. Он не говорил в 5 часов вечера, все, ребята, до завтрашнего 8 утра. Он каждый день разговаривал с своей семьей. Он знакомил жену с ребятами. То есть вот это вот хуч, вот это вот чики, например. То есть он, скорее всего, жене рассказывал, кто есть кто. Привет, Коля. Привет. Так, привет, Коля. Настолько душевно он подошел к этому делу. То есть и самое интересное, и ребята этого у него сейчас переняли. И с теми работниками, кто сейчас обучается у них, они примерно так же пытаются выстраивать отношения. Не преподаватель, а студент, а на равных. Потому что так лучше. Я думаю, что мои впечатления, вернее, мои ожидания, они базировались на том образе, который формирует наше средство массовой информации. В основном такой старосоветский образец, диктатура и прочее. Я поразился тому, насколько это отличается от того, что я себе представлял. И я не встретил ни дружелюбного человека здесь еще не встретил. Ты нас приветствовал с открытым ароматом. Нас просто с распростертыми объятиями встречают. Приветствую. Субтитры сделал DimaTorzok